Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. Сегодня у нас опять вопросы и ответы. Не удивляйтесь интерьеру. Я на даче, вещаю с карантина. Давайте сразу же начнем. Вопросов у нас очень много, все интересные. Прежде чем начнем, по традиции, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. Ну, в общем, вы сами все знаете. Обязательно не забывайте про мой саундклауд и инстаграм. Итак, друзья, поехали! Первый вопрос к нам пришел от Антон Дхонт. Ваше личное отношение к такому феномену, как loudness war? И в связи с этим еще вопрос по компрессорам, лимитрам, насколько они важны для басистов. Это на самом деле целых два вопроса в одном. Во-первых, про loudness war. Что это такое для тех, кто не знает? Значит, в 60-е все это дело еще началось, когда основным носителем музыки была виниловая пластинка. И во многих ресторанах, в частности в Америке, в Европе, были проигрыватели пластинок. Такие автоматы. Бросаешь монетку и выбираешь песню, она проигрывает определенную пластинку. И в какой-то момент рекорд лейблы, выпускающие эти пластинки, заметили, что если изначально громкость песни, которая записана на этом виниле, выше, чем среднее большинство, то эта песня гораздо больше внимания привлекает у публики. Люди охотнее под нее танцуют и так далее. И с тех пор вот началась как раз вот эта вот тема loudness war. То есть люди на этапе мастеринга пытались увеличить громкость непосредственно, так сказать, финального продукта, то есть песни или трека какого-то музыкального. И таким образом сделать, чтобы на общем фоне этот трек выделялся и звучал ярче, громче. И люди на это обращали внимание. Вот. Все это очень долго продолжалось. Это все продолжалось и в 70-е, и в 80-е, и даже в 90-е, когда виниловые пластинки сменились сначала аудиокассетами, потом они сменились компакт-дисками, вплоть до появления цифровых стриминговых сервисов. И сейчас стриминговые сервисы практически прекратили этот феномен loudness war. Дело в том, что на всех стриминговых сервисах, а 99 уже процентов музыки распространяются именно через них, это Яндекс.Музыка, Apple, Music, iTunes, Google Music, Spotify, Amazon, Ozone и куча-куча еще всяких стриминговых платформ. Все эти платформы имеют определенные алгоритмы по ограничению уровня. Если вы сделаете мастеринг и разгоните уровень вашей композиции просто до каких-то там невероятных значений, алгоритмы iTunes, Spotify и так далее, все это дело пересчитают, перекомпрессируют и сделают уровень, который является приемлемым для этой конкретной платформы. В среднем, насколько я помню, уровень iTunes и Spotify это, по-моему, минус 14 LUFS. Это такие единицы, в которых измеряется громкость. И, собственно говоря, поэтому смысла просто в том, чтобы разгонять треки, уже абсолютно нет в наше время, поскольку вы только себе навредите. Поэтому в большинстве случаев, когда люди делают финальный мастеринг своих композиций, они стараются укладываться в эти нормативы стриминговых платформ, чтобы алгоритмы этих платформ лишний раз не пересчитывали, не компрессировали эти треки и не вносили, так сказать, свои искажения. Что касается басовых компрессоров и лимитеров, здесь на самом деле все индивидуально. Нужны они или не нужны? Я вообще всегда сторонник того, чтобы играть ровно пальцами. То есть я считаю, что любой музыкант должен так хорошо владеть инструментом, чтобы идеально играть ровно пальцами, чтобы была нота к ноте. Играть, так сказать, расхлябанно и полагаться на компрессор, что он все сожмет и как бы на выходе будет ровно, ну это не совсем честно для музыканта. Тем не менее, компрессор помогает в различных случаях, особенно если вы, например, играете слэпом и пальцами и тэппингом, например, в одной и той же песне. Как известно, уровень громкости звукоизвлечения при разных техниках является абсолютно разным. Плюс еще медиатор, то есть у нас пальцы, медиатор, слэп и тэппинг. Если вы в одной композиции применяете несколько разных техник, то уровень громкости может очень сильно меняться. И, конечно, компрессор спасает в таких случаях. У меня компрессор есть. Я уже много лет пользуюсь EBS-овским компрессором. Купил его еще в 2005 году. Он мне уже 15 лет. Меня полностью устраивает. Компрессоров на рынке сейчас огромное количество. И, в принципе, проблем с поиском никаких нет на любой бюджет, на любой карман. Большие, маленькие, простые, сложные. Посоветовал бы я EBS, посоветовал бы я MXR. Есть Aguilar неплохой компрессор. Во многие педали Darkglass компрессор уже встроен. Потом мне очень нравится Kali 76 компрессор. Но он очень дорогой. Это уже такой, скажем, элитный такой бутиковый компрессор. В общем, их огромное количество. Что касается лимитера. Лимитер это, по сути, тот же самый компрессор, только с бесконечным отношением ratio, уровнем компрессии. И лимитер не позволяет, если компрессор просто сжимает сигнал, лимитер не позволяет вообще за определенный порог сигналу никогда выстреливать. То есть, есть у лимитера порог, называется потолок или силинг. И за этот предел никогда сигнал ваш не заходит. Ну, я никогда лимитер не использовал. Я считаю, что лимитер это как бы слишком радикальное воздействие на звук. Вот, особенно при живой игре. Понятно, что при сведении, может быть, при мастеринге лимитер используется очень часто. Но при живой игре я бы лимитер пользоваться не стал. Серега Анатольевич спрашивает. Очень бы хотелось видео по свингу. Интересует именно штрих звукоизвлечения. Ну, во-первых, на моем канале есть целых два видео про шагающий бас, где я подробно рассказываю о том, как строить линию шагающего баса, в том числе и его ритмический аспект. Но сейчас немножко повторю. Во-первых, свинг это триольный стиль. То есть, надо очень понимать, очень ясно и отчетливо осознавать, что в свинге у нас триольная пульсация. То есть, когда у нас барабанщик играет свинг по тарелке, что мы слышим? Мы слышим, по сути, шафл. Вот. И несмотря на то, что басист играет шагающий бас четвертями, но все равно в голове у нас должна прокручиваться вот эта вот пульсация. Раз-ва-три, раз-ва-три, раз-ва-три. Так-а-та, 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 там. И мы играем, собственно, четвертями. То есть, я играю четверти, а в голове у меня так-а-та, так-а-та. Да, вот такая вот история происходит. И очень часто басисты, для того, чтобы подчеркнуть вот эту триольность, они вставляют вот такие вот триольные острые синкопы. То есть, они играют вот так вот очень остро третью триоль в четверти. То есть, у нас раз-два-три, раз-два-три. Вот они эту три как раз-таки акцентируют. Как это выглядит. То есть, вот такие вот штуки, такие синкопки, они как раз-два-три, 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 раз-два-три. Очень освежают линию и подчеркивают вот эту вот триольность. Также очень часто триольность подчеркивается при помощи каких-то триольных ходов. Вот я уже сейчас несколько их сыграл. То есть, например... Да, то есть, я сыграл прям тупо триоль в лоб, а потом сыграл широкую триоль. Раз-два-три, пам. Да, и пришел в сильную долю. Вот. Ну вот в целом, вкратце и все. Вот. И плюс ко всему, надо также осознавать, что большинство свинговых стандартов имеет размер четыре четверти, но нужно понимать, что слабые доли здесь акцентируются. Вторая и четвертая доли, да? То есть, у нас всегда хай-хэт у барабанщика на вторую и четвертую долю. То есть, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Даже вам какой-нибудь американец, если будет давать счет, да, давай сыграем с тобой, там, поджемем какой-нибудь свинг, он всегда будет давать one, two, one, two, three, four. То есть, он будет даже щелкать на слабую долю, на вторую и четвертую. И контрабасисты, как правило, тоже вторую и четвертую долю немножечко выделяют вместе с хай-хэтом, чтобы, ну, так сказать, подчеркнуть вот эту вот раскачку, да? То есть, свинг — это же качели. То есть, как раз вот эта вот слабая доля. Раз-два-три-четыре, да? Вспоминайте Рея Брауна, который вот так вот делал, да, за роялем. На вторую и четвертую долю вот он шатался. Вот. То есть, собственно говоря, вот в этом как раз и фишка свингового штриха, да? Вот, собственно говоря, и все. То есть, резюмируя, триольная пульсация, акцент на слабые триоли, на третью вот эту вот ноту триоли в четверти, но не каждый раз, а по вкусу, как и любую специю в блюдо, да, мы добавляем. Небольшое акцентирование, небольшое акцентирование второй и четвертой доли, второй и четвертой четверти в такте, и подчеркивание триоли иногда какими-то пассажами, какими-то проходами. Вот, собственно, и все. Михаил Савенков спрашивает, как продвигать свой проект, живые выступления, советы, чего не стоит делать на сцене, и как подготовиться? Интересен твой опыт. Во-первых, по моему опыту все стремительно меняется, просто меняется стремительно. То, что было, скажем, в 2003-2004 году, когда у нас был Цитнот, и когда мы продвигали свой проект, тогда еще не работал так глобальный интернет, как сейчас, только были его зачатки, и мы в основном продвигали наш проект через участие в фестивалях, и, в принципе, и все, да, и выступления в клубах, и постепенно о нас начинали говорить, куда-то приглашать и так далее. Сейчас, конечно же, все продвижение происходит в интернете, но, как мне кажется, работают все те же механизмы. Да, это, естественно, публикации в соцсетях, это создание различных пабликов в соцсетях, продвижение в Инстаграме. Сейчас везде можно заказать рекламу. Если у вас есть деньги, если у вас есть бюджет, то нужно вообще в идеале пригласить опытного СММщика, чтобы он сделал определенную для вас рекламную кампанию, ну, естественно, нужно собирать фан-базу, да, то есть собирать свою аудиторию. Вот, например, аудиторию моего канала я собирал практически 10 лет с какими-то перерывами, с какими-то, там, у меня было, что два года я вообще не занимался каналом, когда-то занимался более интенсивно, когда-то менее. Вот, но, тем не менее, постепенно аудитория росла, и, ну, по сути, сейчас как бы вот начинает все это дело приносить свои какие-то дивиденды. Вот, то есть это, у кого-то это занимает год, у кого-то это занимает 10 лет, у кого-то, в общем, еще какое-то количество времени. Но, как мне кажется, сейчас, да, самое важное – это социальные сети, прокачка пабликов, прокачка, именно набирать свою аудиторию, потом, естественно, участие в фестивалях, какое-то взаимовыгодное сотрудничество с другими коллективами, с брендами, ну и так далее. То есть я думаю, что вы это прекрасно сами все знаете. Вот, чего не стоит делать на сцене. Ну, здесь очень сложно сказать, да, то есть кто-то там выступает с голой жопой, и это работает, а кто-то, наоборот, является суперинтеллигентным, таким осторожным человеком, всегда следит за тем, как он выглядит, и за тем, что он говорит, да, то есть как бы есть анти-пиар, есть пиар, есть пиар, построенный на грязи, есть пиар, построенный на каких-то других вещах. То есть здесь очень сложно сказать, в зависимости от того, какой у вас проект, да, если у вас там какой-нибудь панк-рок, то можно, наверное, и какой-то грязный пиар использовать, если у вас суперинтеллектуальная музыка для, там, хипстеров, то, ну, наверное, что-то другое, да, то есть всегда нужно начинать с того, что, чтобы определить свою целевую аудиторию и уже использовать, так сказать, какие-то ходы и какие-то, там, стереотипы и какие-то вещи, присущие именно данной категории людей, да, вашей целевой аудитории. У меня был проект Real Madrid, который, ну, наверное, многие из вас помнят, он, к сожалению, не существует, но был достаточно интересный опыт продвижения. Занимались мы это, этим всем в 2012-13-14 годах, то есть достаточно давно, и с тех пор очень сильно все поменялось. То, что работало тогда, не работает сейчас. Вот. Мы участвовали в каких-то фестивалях, у нас были гастроли, у нас было достаточно много работы. Мы и на корпоративах работали, и сольные концерты давали, и авторской музыке, и кавера какие-то играли. Вот. И мы записали альбом, выпустили его, он лежит на iTunes, и можете, в принципе, его послушать. Ну, хороший альбом, кстати, получился. Ну, тогда интернет так глобально еще... Он работал уже, вот, 8 лет назад. И мы прокачивали и паблики, и там, и инстаграм, и все. Но, скажем, такого феномена инстаграма, который есть сейчас, тогда и в помине не было. Вот. И очень много инструментов, которые работают сейчас, тогда еще не существовало. Вот. И тогда все-таки было больше, скажем так, оффлайн, да, опять-таки, личное общение, рассылка дисков. Еще диски тогда, буквально 8 лет назад, еще не умерли. То есть мы там раздавали диски, общались с какими-то программными директорами радиостанций, пробивались на какие-то фестивали. В общем, была совсем другая история. Вот. А сейчас все поменялось и меняется каждый год. Поэтому могу единственное сказать, следите за всеми тенденциями, держите нос по ветру, и удачи. И опять вопрос от активного Антон Дхонт. вопрос по электронной теме, как вы относитесь к противостоянию между ВСТ синтами и синтами старой школы, аналоги и так далее. В общем, холодная цифра или теплый аналог. По моему мнению, противостояния никакого нет. У меня есть достаточно неплохая коллекция аналоговых синтезаторов, как вы знаете, для тех, кто следит за тем, за моим, скажем, электронным приключением в моей музыкальной карьере. Вот. Также у меня установлено, ну, наверное, с десяток различных ВСТ синтезаторов, включая встроенные Вейблтон. И я могу сказать, что, во-первых, существуют просто невероятно крутые ВСТ синты, которые имитируют аналог, ну, реально, с закрытыми глазами просто не отличишь. Вот. Настолько круто. Например, та же Артурия. У меня стоит Артурия В коллекшн. Это имитация легендарных синтов в виде плагинов. И Артурия именно известна тем, что она очень круто имитирует вот эти вот старые легендарные синты, муги там и так далее. Звучат фантастически. И здесь, на самом деле, вот, кому что больше нравится. Я могу сказать, что меня очень сильно вдохновляет именно физический инструмент возможность покрутить ручки. Когда ты вот поворачиваешь чуть-чуть, меняется звук. Когда ты можешь модулировать, там, я не знаю, частоту или там еще что-то, да, навесить LFO и как-то вот все это дело видоизменять звук, да, и слышать, как меняется тембр. Это фантастика. Это завораживает. Можно просто часами сидеть с аналоговым синтезатором, что-то ковырять, что-то накручивать и все время будет какой-то невероятно новый результат. Но у VST синтов есть свой плюс. Это, во-первых, пресеты. Это, во-вторых, невероятная гибкость, когда вы можете ну просто с частотой, там, с точностью до десятых там, долей, там, герца или еще там чего-то, да, каких-то единиц, выставить тот или иной параметр, да, чистоту, там, я не знаю, фильтр открыть-закрыть, именно так, именно в тот момент, когда вам надо синхронизировать с проектом, да, во времени просто идеально. То есть VST синты, они невероятно гибкие, они позволяют просто вот очень точный, очень какой-то вот фантастический саунд-дизайн, который вот с трудом возможен на аналоговых синтах, но аналоговые синты, они как раз-таки дают определенную теплоту и непредсказуемость, поэтому я не против того или иного, я за оба, я считаю, что любой уважающий себя саунд-продюсер, человек, который занимается электронной музыкой, да и не только электронной музыкой, должен иметь в своей коллекции как аналоговые синты, так и VST синты, вот, а VST синты, кстати говоря, еще их, естественно, их огромный плюс, то, что они являются частью вашего компьютера, то есть вы можете поехать с ноутбуком, я не знаю, в Таиланд и просто сидеть на пляже и писать музыку, и вам не надо тащить эти огромные коробки, ну, то есть есть плюсы и там, и там, вот, и я считаю, что противостояния никакого нет, а есть, наоборот, взаимный симбиоз. И все тот же Антон Дхонт спрашивает, какие группы повлияли на вас как на музыканта-электронщика и на ваше увлечение Progressive House, Acid House. На самом деле, очень много коллективов на меня повлияли, но поскольку я человек, который вырос во второй половине девяностых, то в тот момент, когда я заканчивал школу, конечно же, Prodigy гремели, конечно же, Chemical Brothers гремели. Prodigy были на тот момент невероятно популярны, я даже был на их концерте два раза, они приезжали в Москву, по-моему, в 97-м, что ли, году, выступали на Манежной площади, это была фантастика, вот, и, в общем, с тех далеких лет я уже познакомился с электронной музыкой и был большим поклонником. Также мне нравится техно, мелодик техно, конечно, Стефан Бодзин, это патриарх, мелодик техно, мне очень нравится Киазмос, вот, мне нравится Кристин Лёфлер, вот, на самом деле огромное количество музыки я слушаю, и не только Acid House, Progressive House, и также техно, мне очень нравится Ambient музыка, есть такой немецкий музыкант Хайнбах, он, у него есть, кстати, очень популярный канал, переслушал практически все его альбомы, именно Ambient альбомы, просто невероятно. Электронная сцена, она супер насыщена различными исполнителями, невероятно талантливыми, и, в общем, можно перечислять очень долго, и талантов много, вот, рекомендую просто погрузиться, прям туда зайти, пошарить в iTunes, в Google Music, там, смотря какая у вас подписка, вот, вопрос от Daniel K, какой преамп выбрать для бас-гитары, для универсальных целей? У меня Sensump Bass Driver DiTec 21, все вроде бы ничего, но иногда не удается нарулить то, что нужно. Вопрос, пригрев линию пульт, в Return камбаря все окей, на какие модели стоит обратить внимание? На самом деле, Sensump это очень крутой преамп, это очень классный преамп, очень странно, что вас не устраивает он, здесь надо понять, во-первых, какую музыку вы играете, да, то есть, если вы играете металл, это одно, если вы играете, там, джаз, фанк, это другое, преампов на рынке огромное количество, и здесь надо просто слушать, 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 я не знаю, есть ли у вас возможность поехать в магазин и послушать, но хотя бы смотрите обзоры на YouTube, на какие бы преампы я обратил внимание, ну, скажем, практически все педали Darkglass, да, Alpha Omega Ultra, B7K, они все имеют встроенный DI-box, и они все могут, по сути, работать как преамп, как и clean преамп, так и перегруженный, перегруженного сигнала, и практически во всех там еще есть кабинет симуляция, есть также и приложение, можно там кучу различных вариантов загрузить, вот, то есть Darkglass, да, потом у Trace Elliot есть неплохой преамп басовый, если говорить про там относительно бюджетные, есть у Electro Harmonics неплохой басовый преамп, EBS MicroMark уже третья версия, тоже двухканальный преамп с перегрузом, очень неплохой, потом есть у Aguilar хороший басовый преамп, ну, на самом деле их очень много на рынке, их рынок, я бы даже сказал, перенасыщен сейчас, да, преампов дофига, потом есть, например, JHS, который имитирует консоль, да, он может быть не совсем басовый, но он на самом деле универсальный, мне очень нравится он, вот, я его слушал, JHS, классная бутиковая американская фирма, он, конечно, дороговат, но очень интересен, он имитирует именно консоль пульта микшерного, да, того самого пульта, тех самых пультов, которые использовали еще там, во времена Beatles для аналогового микса, потом есть такая компания Two Notes, которая тоже делает басовые преампы, неплохие, то есть здесь гуглить, смотреть обзоры, и если есть такая возможность ехать в магазин и постараться потрогать, пощупать. Следующий вопрос, Пашка Громенко спрашивает про лупер, у меня в арсенале педаль TC Electronics лупер, маленький девайс, и как технически его можно синхронизировать с общим метрономом, чтобы точно быть в темпе, цепочка Note, подклад с метрономом, клик идет барабанщику и так далее. Вопрос синхронизации на самом деле достаточно сложный и принципиальный, я таким образом перебрал большое количество луперов, я не совсем знаю, какой именно TC Electronics лупер у вас, дело в том, что они выпускают несколько моделей, если вы пишете маленький девайс, то это наверное вот DITO, совсем маленький, да, у них по-моему есть три вида DITO, маленький, побольше и прям луп станция с несколькими каналами, вы пишете, что там есть USB вход, я не знаю, я не сталкивался с этой моделью, я не знаю, для чего там USB вход, скорее всего это просто для того, чтобы делать трансфер записанных лупов, на компьютер и обратно на педаль, здесь для синхронизации главное, чтобы был MIDI-клок, да, по-моему у большого DITO, четырехканального есть MIDI-вход, хотя я точно не помню, но у маленького, насколько я понимаю, точно его нет, и по USB MIDI-клок он тоже, я думаю, что не принимает, у меня был лупер бумеранг, как у Джона Скофилда, это очень классный, многофункциональный лупер, прям продвинутый девайс, там есть MIDI-in и MIDI-out, он принимает MIDI-клок, с вашей карты, с вашего компьютера вы забираете MIDI-сигнал при помощи обычного MIDI-шнура, вот у меня карта RME, у нее вот есть вот такой вот донгл, можно подключить целых два MIDI-девайса, вот, либо с внешнего MIDI, ну, с любого хардверного MIDI-синтезатора тоже можно при помощи MIDI-шнура подключить этот лупер и он автоматически синхронизируется, то есть, на самом деле, если лупер поддерживает MIDI-клок, там есть MIDI-вход, то синхронизация вообще никаких проблем не представляет, потому что это, ну, очень легко, покупаете там за 150 рублей MIDI-шнур, в музыкальном магазине втыкаете и синхронизация происходит автоматически, потом у меня я продал этот бумеранг и у меня был электрогармоникс, у электрогармоникса есть целых два классных лупера, это 45 тысяч, вот, модель, которая у меня была, вот, но она более старая, сейчас они выпускают 95 тысяч лупер, там, по-моему, шестиканальный, шестидорожечный лупер, прям, очень классный, тоже многофункциональный, они все принимают MIDI-клок, потом есть, естественно, боссовский лупер знаменитой серии RC, лет 12 назад, какой-то древний боссовский лупер, RC, по-моему, 200 и какой-то, ну, достаточно был простой, но сейчас есть RC505, тоже огромная целая луп-станция с кучей функций, вот, и там тоже есть MIDI-вход, тоже очень легко синхронизировать, вот, то есть, на самом деле, луперов на рынке дофига, если вы хотите какой-то маленький, компактный, как правило, маленькие, компактные луперы, они, к сожалению, не имеют MIDI-входа, не имеют синхронизации, да, то есть, только большие луп-станции имеют синхронизацию по MIDI. Из самых новых и самых продвинутых я бы порекомендовал лупер под названием Eros, или это компания Eros, он вышел буквально, вот, по-моему, в конце прошлого года, и на данный момент это, наверное, самый навороченный лупер, он, кстати, относительно небольшой, то есть, он в разы меньше, там, того же Бумеранга или того же, там, боссовского, этого RC505, и по функционалу он просто убивает вообще всех, посмотрите обзоры, поинтересуйтесь, и он достаточно компактный, вот, и, естественно, там тоже есть MIDI-синхронизация, поэтому ищите, в первую очередь, луперы с MIDI-синхронизацией, тогда у вас не будет проблем синхронизировать с проектом на компьютере, с синтами и так далее. Михаил Савенков спрашивает, что ты думаешь об отказе от примочек и переходе на полностью автоматизированное компьютерное сопровождение с переключением пресетов, динамики по треку и прочее, естественно, касательно бас-гитары. Я, в принципе, не против этого, да, то есть, я не вижу в этом ничего плохого, я не являюсь адептом, как бы, либо того, либо другого, я не пропагандирую чисто вот за цифру и компьютер, либо чисто там за аналог, трушные преампы, примочки и так далее. Но я пока этого бы не сделал по одной простой причине. Дело в том, что, ну, все-таки компьютеры очень часто на сцене отваливаются и вот любой коллектив, который работает с плейбэком, запуская плейбэк с компьютера, вот у всех хотя бы раз, там, я не знаю, раз в году, да, говорится, раз в году и палка стреляет, да, вот, хотя бы, вот если идет какой-то тур, хотя бы раз в туре, обязательно комп зависнет, или там что-нибудь отвалится, карта отвалится, да, там, особенно карта USB-шная. Короче говоря, я вот по-прежнему не доверяю надежности компьютеров, да, они все равно могут зависнуть, они все равно могут, что-нибудь может отвалиться, вот это вот, вот это вот меня, как бы, очень сильно момент смущает. примочка, вот она вот, ну, она как бы кусок железа, да, там внутри микросхема, и все, как бы, ты в нее воткнулся, она работает, вот, и я считаю, что примочки, они пока еще более надежные, да, хотя, конечно, да, это очень заманчиво иметь автоматизацию полностью прописанную, что у тебя там висят плагины на компе, ты просто через D-box включился в карту, и сделал проект на каждую песню, у тебя плагины, когда надо, включаются, выключаются, все синхронизировано с темпом, все с песней, все дилеи, все там хорусы и так далее, квакушки, все как надо, квакают, поворачивается, квакушка квакает на нужную вот частоту с нужным уровнем резонанса, это, конечно, вот компьютер позволяет идеально точно все отстроить, чтобы прям было вот шикарно, максимально точно, вот, примочки такой точности, особенно в концертных условиях, не позволяют сделать, вот, но зато есть прелесть в определенной непредсказуемости и в каких-то там артефактах, каких-то интересных фишках, которые можно нарулить случайно на примочках, в общем, и у того, и у того есть прелести, но пока я не доверяю надежности компьютеров, я считаю, что пока еще нет. Опять, самый активный Антон Дхонт спрашивает, ваше отношение к басовому стилю Пола Маккартни и под вопрос, какие винтажные классические модели басов вам наиболее нравятся? Я считаю, Пола Маккартни одним из величайших басистов, не потому, что он там как-то супер-мега виртуозно играл, хотя он как бы мог сыграть так, как надо. Вольнуть мог, дай бог. Вот. Но я считаю, что он был одним из первых, кто именно перевел функцию бас-гитары просто из как бы нажимания, скажем, тоник-аккордов в самостоятельный мелодический инструмент. Не он один, но он был один из пионеров, так сказать. Ну, например, песня Come Together, на мой взгляд, это, наверное, одна из первых песен, которая полностью строится на басовом рифе. То есть, басовый риф это как бы ядро этой песни, не было бы этого рифа, не было бы этой песни. То есть, ядро аранжировки. Я не берусь как бы на сто процентов утверждать, что это прям первая песня, построена на басовом рифе в истории, как бы, но точно одна из первых. И то, что эта песня как бы повлияла на многих басистов по всему миру, это бесспорный факт. и вообще, как бы, очень многие песни Beatles, их прекрасные аранжировки, басовые линии, мелодические басовые линии Пола Маккартни безусловно, повлияли на просто огромное количество бас-гитаристов и на меня в том числе. Вот. И я считаю, что, ну, действительно, он в этом плане был пионером, одним из родоначальников. Очень много сделал для нас. Вот. И по поводу теперь, какие классические модели басов мне нравятся, ну, это, конечно, фендера. Если говорить про бас Пола Маккартни, но я держал, ну, не его оригинальный бас, а реплики, естественно. Ну, такое, скажем, это на любителя. Вот. Не особо удобно по эргономике и, да и внешний вид мне никогда, скажем, не нравился. Я очень люблю пресижены, я очень люблю джаз-басы. Вот. Фендера, по моему мнению, вот среди винтажных басов, это, конечно, прям вот классика. И вот Лео Фендер изобрел эти инструменты и они до сих пор являются, наверное, самыми востребованными. До сих пор звук пресижена является самым узнаваемым и самым востребованным во многих жанрах современной музыки и попца и рок и все остальное. Ну и джаз-бас тоже, в принципе. Вот. Также я бы еще хотел старые рекенбекеры упомянуть. Вот. Тоже очень стильно выглядящие и прекрасно звучащие инструменты. Ну вот, наверное, да, про винтажные инструменты. Вот. Пресс это моя любовь. Ну что ж, друзья, на этом пора закругляться, чтобы не сильно растягивать это видео. Оно и так уже получилось длинным. Обязательно еще раз напоминаю про подписку на мой канал, на лайки, на колокольчик. Обязательно подпишитесь на инстаграм и на мой саундклауд. Поверьте, это очень и очень важно для меня, как для творческого человека и как для ютюбера. Таким образом вы меня поддерживаете.